Черная полоса в ее жизни наступила как-то внезапно. Тая как раз той весной заканчивала школу и строила планы на жизнь. Она хотела учиться дальше, стать микробиологом, заниматься наукой. Собиралась ехать поступать в Москву. Страшное известие пришло в ее дом в одночасье. Родителей не стало, они погибли в авиакатастрофе. Тая даже не знала, что так бывает и самолеты иногда падают на землю. В ее счастливом и беззаботном советском детстве о таком никогда не говорили, ни вслух, ни по телевизору. Хотя Тая была еще несовершеннолетней, она наотрез отказалась покинуть родной дом. После долгих выяснений отношений с органами опеки, заботу о сироте взяла на себя сестра матери, которая жила в соседней деревне за лесом. В июне девушка окончила школу, а в августе ей исполнилось 18. И даже когда Тая стала совершеннолетней, тетя Женя по-прежнему за ней приглядывала, и они часто ходили в гости друг другу через лес. Все мечты девушки об учебе и карьере разбились о страшную реальность. Наступили лихие девяностые. Когда-то крупное село к концу двадцатого века опустело почти наполовину, закрылся местный колхоз. В поисках работы сельчане рванули кто куда, и одно время чуть ли не каждый день на улицах появлялись новые избы с заколоченными окнами и дверьми, когда-то многолюдных и крепких домов. Со временем уехали и все ближайшие соседи Таи. Дом девушки оказался на отшибе в заброшенной части села. И все же жизнь в селе продолжалась. В нем проживало немало пенсионеров, а кто-то из жителей кормился за счет подсобного хозяйства, к тому же открылась лесопилка. Так что в этом селе, в отличие от многих, не закрылся ни магазин, непочтовое отделение. Вот туда на почту и пошла работать Тая. Надо было как-то кормить себя и выживать в это тяжелое для страны время. Каждое утро молоденькая почтальонша садилась на велосипед и объезжала подопечных в своем селе и в том, что за лесом, где жила ее тетушка. Кому пенсию доставляла, кому газеты, а бывало и продукты из магазина заболевшим привозила. Летом на велосипеде, зимой на лыжах. Тяжело было, но что поделаешь, в те времена почти всем было нелегко. Но зарплату ей платили исправно, не задерживали как многим. Во второй половине дня девушка, как правило, управлялась по хозяйству. Запасала в ближайшем лесу валежник для растопки печи, таскала из колодца воду, работала в огороде. Да мало ли делу сельской жительницы. И вот как-то раз в лесу она случайно наткнулась на волчье логово. Скорее всего, она быстро ушла бы от этой зловещей находки, но ее внимание привлекли звуки, доносившиеся из норы. Они были похожи на стоны, как будто человек просит о помощи. Тая приблизилась ко входу в нору, он был явно замаскирован старыми ветками, как будто это кто-то сделал намеренно. Через небольшое отверстие до девушки доносился какой-то непонятный писк. Разобрав ветки, прикрывающие вход, она стала осторожно вглядываться в темноту, но ничего невозможно было разобрать. Когда глаза наконец-то привыкли, она застыла в изумлении. На нее светились темноты пять пар желтых фонариков. Щенки копошились по жухлой траве, заботливо постеленной для них матерью. Она, похоже, лежала рядом прямо на земле, на боку и тяжело дышала, у нее только хватило сил на то, чтобы слегка приподнять голову и посмотреть на того, кто потревожил ее покой. Тая поняла, что она либо ранена, либо больна. Хищница лежала неподвижно, ясно было, что она не охотится, а значит может скоро умереть от голода и обезвоживания. А как же волчата? Первая мысль, которая посетила девушку. И она поняла, что вся волчья семья обречена на голодную смерть. Сперва умрет мать, а без матери погибнут и ее дети. Тая решила, что теперь она в ответе за всех, кого нашла в лесной глуши. На следующий день она осторожно подбиралась к логову. Тая взяла из дома глубокую алюминиевую миску, накрошила туда побольше хлеба и залила все жирным молоком. Она поставила миску у входа в логово и палкой стала толкать ее внутрь норы. Вскоре оттуда нанеслись жадные чавкающие звуки. Тая поняла, что ее идея сработала. Теперь каждый день она будет приходить сюда, так решила девушка. Пока не поправится волчица и не подрастут ее волчата. Целый месяц она выкармливала больную волчицу и ее малышей. Когда волчата подросли, их мать наконец-то прихрамывая выбралась из своего заточения, девушка перестала ходить в лес. Больше с тех пор она не видела своих найденышей и никому о них не рассказывала. Но часто вспоминала эту историю и гадала, где же они сейчас, ее волчата. Так прошло еще пару нелегких лет. Тая продолжала жить в деревне и работать на почте. Как-то в один из летних дней ближе к вечеру Тая заметила на бывшей усадьбе соседей справа какое-то движение. Там уже несколько лет никто не жил и дом стоял заколоченный. Она подошла ближе к забору и увидела, как худой жилистый мужик отрывает от окон доски. «Здравствуйте!» – поздоровалась Тая. Мужик от неожиданности подпрыгнул на месте и, резко обернувшись, зыркнул на нее недобрым настороженным взглядом. «Здравствуй, красотка!» «Вы кузнецовым родственник?» «Полюбопытствовала Тая или купили дом под дачу?» «Да!» – неопределенно протянул незнакомец. Хочу, так сказать, отдохнуть от шума городского. «Ну, тогда добро пожаловать! Будем соседями!» – обрадовалась наивная девушка. «Так-то веселее, когда через забор люди живут, а то мне тут страшно одной на отшибе!» «Меня Тая зовут, я на почте работаю. Если что нужно будет, обращайтесь!» «Спасибо!» – ответил мрачный тип. Лето подходило к концу, начался сезон грибов. Тая решила после работы сбегать в лес, а потом проведать тетушку в соседнем селе. Управившись с домашними делами и захватив корзину, девушка углубилась в лес. Нашла хорошую полянку с боровиками и принялась срезать крепкие грибочки, когда почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Она повернула голову в ту сторону и ужаснулась. За кустом прятался сосед, тот самый. Вся его поза выражала угрозу, словно он сейчас как зверь накинется на нее. Лицо перекосило, глаза блестели каким-то нечеловеческим блеском. Не мешкая ни секунды, девушка бросилась бежать. Она услышала, как мужик помчался за ней, с треском ломая кусты. Куда Тая так мчалась, она и сама не понимала, лишь бы оторваться от преследователя, но он не отставал. Однако даже в такой спешке она все равно заметила, что эта часть леса ей незнакома. Казалось, что преследователь вот-вот ее настигнет, и тогда точно конец всему, но помощь пришла оттуда, откуда Тая ее уже не ждала. Из чащи леса появились волки, пятеро, и девушка сразу вспомнила волчицу ее детей. Сосед тоже увидел волков, испугался и остановился. Стая сразу стала окружать подонка и брать его в кольцо. Участь его была понятна. Девушка решила, что ей надо поскорее убираться отсюда и прибавила шаг. Только к вечеру она выбралась из леса и поспешила к участковому. Она рассказала все, что с ней приключилось. Через несколько дней Тайного Соседа нашли в лесу, живого, но совершенно обезумевшего. Благородные волки его не тронули, а просто напугали и загнали в такую глушь, в самое страшное болото, откуда живым вряд ли можно самому выбраться. Участковый рассказал Тае, что не так давно из ближайшей тюрьмы сбежал насильник и убийца, душивший молоденьких девушек. И судя по всему, именно этот уголовник и поселился, скрываясь от милиции в заброшенном доме по соседству с Таей. Так что ей очень повезло, что у нее в лесу есть такие надежные защитники. С тех самых пор черная полоса в жизни девушки закончилась. Она вскоре вышла замуж, родила детишек, но из родных краев так и никуда не уехала. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok